с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 27 апреля день российского парламентаризма также сегодня отмечается день а вахтовика то есть день работников вахтового метода а сейчас о родившихся в этот день в 1791 году родился сэмуэль финли бриз морзе американский художник и изобретатель всем известны его телеграфный аппарат и азбука код а вот морза художника знают немногие одна из его картин галерея лувра где изображены 38 шедевров этого музея сам морза и еще даже друг писатель фенни мур купер да еще и семьей в 1822 году рождается 18 президент сша улиц симпсон грант почему я вспомнил о нем потому что именно он увековечен на 50-долларовой банкноте при записи в метрике девичья фамилия его матери была по ошибке занесена как его второе имя симпсон он решил ничего не исправлять и оставил имя в 1909 году в харькове семье известного авиаконструктора и изобретателя степана грязодубова рождается дочь валентина и суждено стать первой женщины которая будет удостоена звания героя советского союза с 1936 она служит в красной армии потом великая отечественная она совершает около 200 боевых вылетов на бомбардировку вражеских объектов и для поддержки связи с партизанскими отрядами после демобилизации в сорок шестом из советской армии валентина степановна работает гражданской авиации 1927 года день рождения евгения маргунова актера особенно известного по роли бывалого из знаменитой троицы фильмах пес барбос и необычный кросс самогонщики операции и другие приключения шурика конечно же кавказская пленница трудно поверить представляя его киношную колоритную фигуру что в студенчестве он был худощавым таким его можно увидеть например в роли предателя стаховища фильме молодая гвардия но почему-то уже тогда в институтской стенгазете под рубрикой картинки будущего маргунова изображали очень толстым наверное что-то знали 1929 год день рождения нины пономарёвой олимпийской чемпионки в метании диска она обладательница первой в истории советского спорта золотой олимпийской медали год 1967 день рождения актера александра лазарева младшего шестьдесят девятом году прошлого века родился стас михайлов певец композитор ну а теперь о событиях этого дня 27 апреля 1521 год на одном из филиппинских островов магеллан убит стычки с местными жителями он был организатором первого кругосветного плавания которая доказала что земля круглая в те времена когда в этом еще сомневались но домой из этого плавания он уже не вернулся в 1670 году наконец-то завершился смотр невест для царя алексея михайловича всего перед его очами с декабря 1669 года проходит 70 девиц из москвы и других русских городов а женой стала 36 по счету наталья кирилловна нарышкина будущая мать петра великого в 1784 году в главном театре франции комедий францесс премьера пьесы пьера агюстена бомарше безумный день или женитьба фигаро успех превзошел все ожидания автора и был в немалой степени предопределен долгой пятилетней фактически борьбы драматурга с кем с цензурой узнав что сам король против его пьесы бомарше запальчиво кричит значит она безусловно будет поставлена запрет на дерзкую вольнодумную комедию лишь подогревал нетерпение зрителей 1947 год норвежский антрополог тур хердал начинает плавание на бальсовом плоту контики чтобы доказать свою теорию о том что полинезийские островитяне могли приплыть из перу концу путешествия которое будет длиться 101 день плод пройдет почти 5000 миль в 1965 году в сша запатентованы подгузники которые у нас просто называют памперсы их создателем стал виктор миллс американский химик ведущий технолог компании procter and gamble и по совместительству дедушка троих маленьких внуков его идея заключалась создание складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы первые модели миллс естественно испытал на собственных внуках и судя по всему очень удачно в 1966 году проходит исторический визит министр иностранных дел ссср андрей громыко отправился в ватикан на встречу с самим папой павлом шестым таким образом он первый в истории советский деятель принятый папой римским 1978 год переворот в афганистане в результате которого свергнут президент мохаммед дайр хан лидеры группировки хальк организовавший переворот мухаммед тараки и хафизулай мин они занимают руководящие посты в стране впрочем ненадолго еще через два года советские войска войдут в афганистан и последнее 1963 год в москву впервые прибывает лидер кубинской революции фидель кастро рус с острова свободы он вылетает тайна поскольку нельзя было исключить возможность случайной атаки его самолеты американцами визит продолжался 40 дней произошел на после некоторого осложнения советско-кубинских отношениях связи с недовольством фиделя поведением хрущева в период так называемого карибского кризиса во-первых он не одобрял капитуляцию советского лидера перед американцами а во-вторых был просто взбешен тем что хрущев при заключении сделки сша просто не счел нужным хотя бы проинформировать фидель об условиях договоренности ходе визита кастро декларируется братство советского и кубинского народов принадлежность кубы к мировому социалистическому лагерю верность делу мира и так далее и тому подобное кубинский лидер посещает различные регионы ссср ему демонстрируют новейшие образцы советского вооружения советско-кубинская дружба укрепилась похоже на века с вами был николай пивненко в проекте дата